1 раз проверка итак всем привет как вы видите возвращаемся к теме моего долголета и в хаосе которую вы сейчас видите на столе мне пришлось кстати поставить широкоугольную линзу на камеру чтобы это безобразие сюда заснять потому что реально все не лезло в кадр и так возвращаемся к моему долголету в таком виде я его собственно забросил почему объясню последний раз когда я тестировал вот это вот безобразие которое я собственно сам напечатал это корпус для камер ран кам сплит сделанный специально таким образом чтобы при полете пропеллеры не попадали в кадр кстати ну тема работает реально картинка чистая без пропеллеров вот но при тестировании я там опять что-то ложа нулся и сломал луч при падении ну луч сломан в принципе как сказать летать еще можно но если проклеить да например очень эпоксидка или еще чем вот но я решил поменять все кардинально и как вы видите у меня значит на столе кроме лучей от этой же рамы это кстати рама напомню клон рамы айфлай xl 8 купленная магазине ready to sky и там же наверно напиленная отличие от оригинальной рамы более тонкие лучи здесь 4 миллиметровые лучи сначала я хотел просто банально заменить лучи и продолжать тему данного квадрика вот потом значит я посмотрел ролик юлиана если кто знает да я думаю многие кто в нашем хобби крутится вертится знают данного блогера вот ролик в котором он на практически такую же раму поставил моторы от мавик от мавика до диджаевского вот моторы у меня вдруг абсолютно случайным образом оказались загашники я там был проект в общем я хотел марика печатать на 3d принтере но проект не получил своего продолжения так вот я подумал почему бы мне собственно не повторить его опыт и не сделать собственно то же самое тем более под это дело мне есть абсолютно оригинальные проб и 8 дюймовые да здесь вот даже видно мавик там все такое 8331 8 дюймовые пропеллеры вот они конечно не карбон помягче и я знаю какие последствия могут быть да соответственно юлиан показывал что возможно осцилляции при сильном газе на таких вот рамах ну не знаю попробуем потом действительно можно заменить это на карбон вот на сравнении вот такие пропеллер я заготовил вот подойти рейсер старый но пока в общем-то и не использую пропеллеры у мавика даже чуть побольше наверное сейчас мы с этой раме всю электронику снимем переставим все на оригинальная и fly вску раму вот на эту к соберем на вот этих вот моторах на спасибо юлиану чтобы я без тебя делал не знаю вот такую шаблон он положил stl куда можно использовать соответственно как подкладку а можно использовать для шаблона при соответственно сверление отверстий под мотора диджай потому что мотор диджаевский имеет крепление три точки так ну что мы будем дальше так сказать разводить говорению а начнем соответственно делать дело погнали а а а кстати прикольные ремешки вот насколько я вижу с металлической дужкой и прошитые достаточно должно быть крепкими фирменный фирменный логотип айфлай отлично два ремешка итак парни распаковали раму вообще конечно класс вот видно сразу фирма на фирма во первых карбон просто класс все за пили на все края заточены зашлифованы ничего не мажется значит лучи меня просто убивают блин я думаю не 5 миллиметров они как с пять с половиной реально даже не на меня погрешность моего мега точного штангенциркуля показ походе вообще 6 метров вот к сравнению значит клонов ски лучи видно что конечно качестве не той качество карбона не то уже карбон похуже так и видно да насколько данный луч оригинальной толще фейкового фейковый луч еще раз 4 миллиметра здесь почти 6 даже хочется произвести взвешивание давайте посмотрим сколько весит оригинальный луч 27 4 грамма фейковый луч естественно 19 4 так ну что приступим к сборке здесь у нас отличная подробная инструкция цветная здесь все прекрасно понятно соберем парни я не понимаю как такое может на раме за 65 баксов такой вот косяк я блин если честно в шоке что я сейчас поясню я тут конечно думал что еще быстренько все там соберу условно там за минут там 10 до 1 так то было бы пришлось и напильником поработать значит как мы видим на нижней пластине имеются четыре не четыре а восемь потайных гаек да и значит сверху на них вкручиваются вот эти вот винты м3 один 12 миллиметров и винты м3 с потайной гайкой тоже 12 миллиметров а что в реальности мы видим в реальности мы видим следующую картину вот эти вот винты потайной гайка который 12 миллиметров они в реальности оказались 10 10 миллиметров и мало того что хорошо потайные гайки вот с обратной обратная сторона пластины 1 2 3 4 по идее здесь вы должны быть еще да вот судя по схеме ни хрена здесь нет ничего эти гайки почему-то расположены вот здесь вот они в общем что я сделал здесь найти винты не подошли вот эти вот мне пришлось значит суда в крячить обычные найти 12 соответственно миллиметровые с обычной с обычной головкой до установить сюда и здесь фактически развальцевать тырки чтобы здесь вот но немножко их утопить к сожалению пришлось мне немножко помучиться при сборке данной рамы я вообще не ожидал блин рама достаточно дорогая здесь должно вообще все в идеале подойти вот ну ладно вернемся к нашему долголету как вы видите здесь уже установил я моторчики от диджай тоже это отдельная тема кто не скажет блин парень ты вообще не нормальный раму за 65 баксов пилить блин и сверлить со всех сторон типа деньги на ветер и так далее вот по такому шаблону я насверлил отверстий и закрепил в трех точках вот эти вот винты опять же есть один нюанс у меня есть винты вот эти вот которыми я креплю моторы они восьмерки до 8 миллиметров но тут нужно чуть побольше там десятка девятку 9 такого нет десятки карбон сверлится очень туго лучше наверное сверлить это на сверленном станке потому что отверстие нужно сверлить прямо под 90 градусов и смотреть чтобы потом а моторы да были четко по центрам вот такая тема получилась принципе мне нравится сейчас я все перетащу в эту раму со старого значит дальнолета и продолжим сборку и так парни я запихнул электронику на новую раму установил практически все вот но в общем засада блин у меня к сожалению один из моторов оказался дефектная конкретно вот здесь вот оторван проводок вот при проверке это выяснилось соответственно как бы а при уже демонтаже в общем этот проводок отлетел ну ладно бог с ним данные моторы на ли стоит там по 500 рублей за штуку по моему вот я заказал еще комплект так что к сожалению в одно видео не уложимся будет вторая часть ждем моторы и соответственно продолжаем на этом всем всем пока кому интересно было подписывайтесь на канал ставьте свои лайки дизлайки и пишите в комментариях пока